Приморгстата 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 400 рублей за килограмм. В этом году тайфуна очень было много, дождей было много, практически все пропало. Из-за этого цены у нас дорогие. Но спасибо покупателям, что берут, понимают, занимают отношения хорошие. Как-то стараемся угодить народу. Все приморское, все со Спаской везем. В этом году очень были сложные погодные условия, и поэтому рынок в этом году летний очень дорогой. Горожан очень жалко, потому что в прошлые годы они могли закупить летом 30-40 рублей помидоров. В этом году были очень дорогие все овощи. И качество было очень плохое. Привозят помидоры, они гниют прямо на прилавке. Продавцы уверяют, овощи местные из Спасского района. Перекупщики берут их у фермеров и предлагают горожанам. Но даже оптовые цены бросовыми назвать нельзя. А вот завозные овощи из Омска или Алтайского края, также из Китая, хорошего качества. Но и они вовсе не дешевые и по некоторым позициям равняются ценам на мясную продукцию. Вообще дешевле взять у бабушки своей родной и поехать, да, на себе даст и не сможешь увезти. Наверное, проще купить. Последние годы нет, к сожалению, не хватает времени. А почему? Как-то покупаете, добычуешься? Вот видите, купила квашеную капусту. К сожалению, потому что работы много. Да, делаю, потому что есть огород, консервация, варенье варю. А даете как-то внукам, про запас делаете? Конечно, ребенок у меня есть взрослый, сын, нужно их семью поддерживать, молодую. Ну, этим занимается мама. Сама этого не делаю. А вы учитесь, ну, принимаете опыт? Ну, да, помогаю, скажем так. В будущем будете также засаливать или проще купить? Проще купить. Сало – еще один продукт, который любят солить на зиму. На трехлитровую банку приходится два с половиной килограмма. Берут. Много берут. Людям невыгодно. 400 рублей она соленая, она свежая взяла. Свеженькая сама посолила, кушает. Как ей нравится. В этом году много покупателей на сало. Много берут. На засолочку. Наверное, спросом пользуются, я не знаю, почему. Так вот, я даже не знаю. В том году меньше было, чем в этом. Плохо в этом году и с шишкой. Ее везут из Лазовского и Кавалеровского районов. Продавцы уверяют, лес пустой. Отсюда и цена за килограмм 500 рублей, в то время как в прошлом году была на треть меньше – 350 рублей. Одна шишка обойдется в 100-150 рублей. В 2017-м она стоила 50-100 рублей. То, что дешевле, из прошлогодних запасов. Орех идет раз в 4 года урожай. Один год урожай, потом 3 года урожай нет, потом опять урожай идет. Тот год был урожай, но в этот год уже все. Ну, вы собирали впрок на 3 года? Нет, но на 3 года нет, потому что каждый раз свежий лучше, потому что старый орех, он потом преет, и как его не хранил, он все равно преет, там, ну, в общем, портится потихоньку. Не весь орех, но часть ореха портится, поэтому мы только свежий ореха взем. Подорожал и мед. Если в прошлом году литр цветочного и липового можно было приобрести за 300 рублей, то в этом году любимое лакомство всех детей и медведей обойдется минимум в 400. Липу вырезают, а основной медонос это в Приморье это липа. Делать заготовки на зиму или нет, каждый решает сам. Конечно, любителям соления еще придется потратиться на соль, сахар, банки, крышки. Однако, дело не только в цене, а главное, во вкусе и качестве продукции, сделанной собственными руками. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.